Беседа пятнадцатая Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Глава первая, стих восемнадцатый. Первое. Бог хочет, чтобы мы не просто слушали имена и слова, находящиеся в Писании, но с разумением. Поэтому блаженный Давид написал так. «Открой, отче мои, и увижу чудеса закона твоего» Псалом сто восемнадцатый, стих восемнадцатый. После него Сын Его, заступивший на его место, учит, что мудрости должно искать, как серебра, приобретать ее больше, чем золото. А Господь внушал иудеям испытывать Писание, и тем нас еще более побуждает к исследованию. Он не в том смысле говорил это, чтобы только прочитав, можно было с первого раза понять Писание. Никто, конечно, не станет испытывать того, что находится вблизи и под рукою, а испытываю то, что остается в тени и может открыться только после долгого изыскания. Для того-то Писание называется и сокровищем сокровенным, чтобы побудить нас к испытанию его. А это внушается нам для того, чтобы приступали к словам Писания не просто, как случилось, но с большой осмотрительностью. Потому что, кто станет слушать, что читается в нем без рассуждения, и все принимать буквально так, как сказано, тот может предполагать много нелепого о Боге. Он, пожалуй, допустит, что Бог есть и человек, и что он состоит из меди, что он и гневлив, и яростен, и много других еще более худых мыслей. Если же кто будет вникать в глубину смысла, то избежит всякой такой нелепости.